Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Что артист выступит на кремлевской сцене в другой знаковый для себя день, 3 сентября, которому посвящен один из главных его хитов. Но снова увы и ах. Друзья мои, невеселые вести, обратился Михаил Захарыч к публике. Организаторы и администрация сообщили, что наш концерт переносится на следующий год, 3 сентября 2022 года. Пока нас лишили возможности встречаться с вами, и я сообщаю об этом с грустью, вздыхает Шуфутинский. Потому что я ждал этой встречи с нетерпением, и уже был перенос. Надеюсь, в следующий раз нам повезет. Поклонники рыдают из-за того, что проклятый ковид еще не дает вернуться всем к нормальной жизни. К тому же деньги за билеты пока возвращать никто не спешит. Это вопрос к организаторам, а скорее к билетным кассам, уверяет певец. Мы работаем по творческому контракту и к билетам не имеем никакого отношения. От нас ничего не зависит, сожалею о переносе. А отметим, что совсем недавно Шуфутинский поддерживал инициативу Булановой. Любая инициатива, которая касается денежных выплат пенсионерам и вообще всем, кто нуждается в материальной поддержке, правильная, отметил он. Я Золотанечку правой и левой рукой. Желаю ей огромных успехов в том, что она делает. Надеюсь, ей все удастся. Что касается чиновников, они выполняют то, что им, наверное, диктует закон. Не могу ничего сказать. Я не знаю деталей произошедшего, но поддерживаю Буланову в любом случае, сказал певец. Я считаю, любая инициатива, которая касается денежных выплат пенсионерам и всем, кто нуждается в этом, очень хорошая, правильная. Это делать необходимо. Мне кажется, президент России распорядился выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста. Пенсионеры – те же самые дети, взрослые люди, нуждающиеся в помощи и поддержке. Наверняка рано или поздно это произойдет. Таня молодец, что работает над этим, подытожил певец. Напомним, Булановой совсем недавно нужно было отчитаться о своих доходах за прошедший год и указать, каким имуществом она владеет. Оказалось, что певица ведет совсем не звездный образ жизни. За прошлый год она заработала 3 миллиона 676 тысяч 700 рублей, возможно, на низких заработках артистки. Сказалась пандемия и отмена концертов. Впрочем, сумма все равно кажется слишком маленькой для одной из главных звезд 90-х. И это при том, что она указала целых 13 источников дохода, причем не только в сфере шоу-бизнеса. Среди них, например, есть фирмы, связанные со строительством и агропромышленным сектором, сообщает источник. Что касается машинонедвижимости, то в декларации значится Hyundai 2012 года выпуска и ни одной квартиры или дома. Помимо этого, если верить информации в СМИ, на банковских счетах певицы тоже почти нет денег. На десятки банковских счетах, которыми владеет певица, 169 644 рубля, утверждает журналист.